здравствуйте прекрасные я всех вас рада приветствовать на прямом эфире для тех кто забыл или не знает меня зовут юля ходарцева и сегодня я решила провести прямой эфир вот на какую тему после того как мы с вами пережили это вот лунное затмение весь мир вибрировал весь мир говорил о том как мы это переживем а вдруг с нами что-то случится и прочее поэтому я после того как мы все-таки пережили это лунное затмение решила с вами поговорить здравствуйте вижу присоединяйтесь решила с вами все-таки поговорить про наши негативные чувства про наши страхи про наши опасения про нашу агрессию и прочее нам почему-то кажется и мы так устроены и нас так воспитывали что мы имеем право проживает только положительные эмоции что мы имеем право только быть все время в счастье и если я вдруг не испытываю счастье или меня что-то беспокоит или я испытываю агрессию если я испытываю ненависть то это прям вот плохо и мы тогда что делаем мы тогда берем и подавляем себе негативные чувства негативные эмоции негативные как нам кажется до проживания и также у нас это все было связано вот с этим вот непонятным лунным затмением нам казалось что сейчас весь мир рухнет мы истерили при этом при всем у нас действительно поднималась агрессия поднимались негативные чувства поднимались негативные эмоции но нам же нужно быть хорошими нам же с детства говорили будь хорошей успокойся нельзя так разговаривать нельзя так себя вести а что тебе подумают и мы берем эти негативные чувства и эмоции начинаем себя укладывать укладываем и укладываем и тогда в какой-то момент перестаем чувствовать и у нас как будто в жизни разрешение на любовь, гармонию, счастье есть, а разрешение на агрессию, ненависть, его нет. И сейчас я хочу с вами это обсудить. Посмотрите, пожалуйста, в корень проблемы. Когда мы рождаемся, у нас есть наши родители. И родители действительно с нами в один раз достаточно жестко. Но при всем при том, мы внутренне испытываем к ним ненависть, а мы все испытываем ненависть к нашим родителям. Почему? Потому что чувства, они знают, как устроены. Если есть любовь, то есть ненависть. Вот это дуальность. Мы либо в нуле ничего не чувствуем, если у нас есть любовь, там столько же ненависти. Потому что это друг друга уравновешивает. Но родители нам что говорят? Я тебя люблю, это прекрасно, говорит своей маме и папе. Но я тебя ненавижу, нам все время сдерживают. Нас за это били по губам, запрещали говорить. И тогда ребенок растет, и вот это негативное состояние, вот эти негативные эмоции, они аккумулируются внутри него. И знаете, как это потом в жизни выходит? Вот мужчина, например, мальчика, если бы мама воспитывала такая достаточно жесткая, не давала ему выражать негативные эмоции и чувства, то он вырастает, а у него вот эта накопленная агрессия к женщине, она внутри него сидит. И он потом ее начинает проявлять на всех женщинах его жизни, и он не понимает, почему это. То же самое и у женщин, да? Если ее папа все время ее подавлял, закрывал ей рот, то же самое. И здесь прям важно это признавать. И помимо того, что у нас эта агрессия есть внутри с детства, мы с такими же алгоритмами поведения идем во взрослую жизнь. И когда нас что-то раздражает, там официант кофе на нас пролил, да, или телефон нам разбил, моя история, мы такие, о, я же тут такая вся королева, я же тут должна сдерживаться, и я эту негативную энергию, негативные эмоции подавляю. Потому что я должна соответствовать чужим ожиданиям. Так вот, что я вам сегодня хочу предложить? Я хочу вам предложить разрешить себе проживать все эмоции. Если ты кого-то ненавидишь, скажи. Я вам скажу так, я вот Макару, ребенку своему, позволяю мне говорить, что ему что-то не нравится во мне, что он меня ненавидит. Потому как если я буду это подавлять, оно все потом боком выходит в его жизни. Это прям важно. Важно признавать, что ты кого-то ненавидишь. Вот сейчас у меня вот особенно женщины меня слушают, но у меня большая часть подписчиков это женщины. Вы сейчас меня поймете, это про наш ПМС с вами, да? Мы когда проживаем ПМС, у нас же не просто так все природой устроено. Я очень люблю вот эти генетические, биологические вещи приводить в пример. Это нормально злиться. Это нормально перед месячными ненавидеть всех вокруг. Это нормально агрессировать и орать на других людей. Так природой заведено, ты этот негатив весь вот плескиваешь. Да, это нормально, не знаю, 4 дня в месяц и орать. И как здесь экологично подходить к вопросу? Просто предупреждайте близких. Знаешь, ты пришла домой, говоришь так, муж, дети, у меня ПМС, 4 дня я ору. Не обращайте на меня внимания. Это луна, это там мое генетическое состояние. Главное, чтобы другие люди понимали, что с вами происходит. Потому что если ты просто так начинаешь орать, можно и потерять людей окружающих. Но здесь важно в самой себе признавать, что я имею право на негативные эмоции. И если там ретроградный Меркурий, если там это луна и затмение, ты имеешь право кричать, а ты имеешь право быть в негативе. Это прям важно понимать и знать. Поэтому сегодня я вам что разрешаю? Я вам разрешаю проживать негативные чувства и негативные эмоции. Ну все. Я благодарю вас за эфир. Если будут какие-то вопросы, пишите, обращайтесь. С вами была Юлия Ходарцева. Все. Любви. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok